друзья это песочный интерес новый выпуск можете подписаться полина уволена надоело мне работать ее волосы меня раздражают ну и в целом я читал ваши комментарии столько было просьб убрать ее и я понимаю что нужно прислушаться к вашему мнению я это сделал теперь я буду один снимать песочный интерес в омске в отеле шутку друзья в общем у меня командировка в омск поэтому не можем снять как обычно полина в москве я здесь поэтому песочный интерес будет снят на фронталку придется вам потерпеть и дождаться с ведущего в следующем выпуске у нас новые новости но песочный интерес подписывайтесь на канал привет тещи поехали итак поехали друзья эмир кустурица примет участие во всемирном фестивале молодежи в россии режиссер эмир кустурица выступит в роли спикера на всемирном фестивале молодежи как сообщили в пресс-службе фестиваля кустурица расскажет о своей глубокой связи с россией и прокомментирует будущее проекта страны как вы думаете почему вообще я эту новость взяла дело дело все в том что на всемирном фестивале молодежи где там буквально десятки тысяч молодых ребят будет будут две таких очень ярких звезды очень два таких великих человека популярным будет выступать это эмир кустурица и священник павел островский поэтому я посчитал что нельзя только про себя говорить поэтому еще сказал премьер кустурица но на самом деле если серьезно мне и правда пригласили я очень этому рад потому что это светская площадка там будет очень много молодых ребят надеюсь получится как бы достойно выступить и с ребятами поговорить про господа бога пообщаться тем более молодежь это вопросы призвания предназначение своего очень многие переживают надеюсь все мне получится значит друзья мы решили показать вам те мерчи или магазин которые делают прихожане нашего храма это делается для кого это делается пирожки для молодежи но у нас многие люди молодой душой очень долго так что это конечно мне кажется зайдет вообще для всех и одно дело за этики фотки постить другое дело просто показать сначала я хочу прям показать то что мы делали с моей дочерью это кофе пицца и чаепицей рисовала моя дочка вот нам это прям очень понравилось но мы сами этим чашкам пользуемся такими да но кстати некоторые стали говорить что мне очень нравится вот этот чел который тут чай истекает изо рта вот и сделали без просто чай пицца и кофе пицца но для тех кому может быть не нравится знаете вот хорошая живопись хорошая живопись да также все кто учился в школе в 90-е 2000-е годы помнят помните значки сей лепили да на ранце и так далее мы подумали мне кажется лепит но сейчас всякие китайские там манго и тогда кстати мы манго тоже значки сделали просто дождитесь но пока пока манго делается мы сделали значки значит христианин и христианка и вот аминь гори в раю это искренне а за есть ну и христос воскресе это просто вот такие еще не сделаны наша саша дизайнер это сделал вот такие значочки там вера потому что абсурдно всему свое время люблю свет и это пройдет царь соломон forever вот короче они более такие прикольные более стильные но мне кажется нужно идти другие еще у нас есть открытки и такие же штуки есть в стикерах есть открытки есть стикеры есть шоперы пока один пока шопер у нас все готовится будет еще мы просто уже открыли его это причиняя добро бесплатно вот такой из коробочки это шопер будет больше принтов все делаем реально качественно что вы подумали фартук фартук для женщин для женщин нормальные они будут смотреть на женщин смотрите кого фартук гори в раю вот видимо и множество разных браслетов ну вот мне вот например это мой краш так сказать я вот себе вот это хочу грехи юности мэй не вспоминая господи да то есть тут есть прямо такие вот серьезно верю потому что абсурдно вот но прям цитаты из священописания все суета и томление духа чем в розовом цвете сделали время есть но есть такие не библейские не надо стучать мое дно снизу мне кажется для молодых ребят многих очень подойдет и для взрослых что посеечен кто и пожнет это правда так что ребят это все на зоне уже есть ссылочка у нас всегда дается в описании вот так что все кто это приобретает он поддерживает нашу деятельность потому что средства отсюда от этого идут нашу деятельность и наш приход вот если вам понравилось но вам это не нужно просто расскажите об этом друзья и помните что ассортимент будет обновляться уже сейчас он готовится новые какие-то да у нас будет очень много сделано манги у нас прям рисуют специально художники будут открытки будут пазлы еще будут худи будут свитшоты много чего скоро да все делается для того чтобы остановить китай наконец-то в этом производстве и да к слову ударить русским православием по китайскому производства насколько я понимаю в челябинске есть все русское производство мы своих поддерживаем и храм наш поддерживаем что хорошо мне кажется девчонки розовые христианки ладно всем пока всем пока да покупайте на летайте далее идем ученые выявили у вакцинированных от коронавируса повышенные риски неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний об этом свидетельствует результаты исследования опубликованного в медицинском журнале вакцин авторы статьи входящие в объединение дальше там английские слова я не разбираюсь в этом изучили данные 99 миллионов привитых из восьми стран мира среди прочего у пациентов получивших препараты компании фазер бион тех и модерна наблюдался повышенный риск миокардита ну и так далее с другой стороны по данным bloomberg за последние три года было введено три с половиной ой тринадцать с половиной миллиардов вакцин от ковид только в европе те меры позволили спасти более миллиона жизней это конечно сложная тема не подумать что я хочу тут знаете на вентилятор опять накинуть очевидно что есть смысл вакцинирование побеждены многие заболевания с другой стороны конечно сейчас когда уже к вид прошел и мы ну так основная волна к вида прошла и мы можем оглядываться назад мы видим какие-то определенные ошибки сделаны и хорошо что проводится исследование хорошо что выявляется да и какие-то неудачные вакцины и выявляются последствия в любом случае наверное наше общество оно должно учиться на таких вот больших как сказать глобальных катастрофах да чтобы в будущем если вдруг не приди господь опять будет кота вирус чтобы уже ну как минимум повторять тех ошибок прошлого это я сейчас конечно так смотрю на это все очень очаровательно но надеюсь то что выводы будут сделаны и если какие-то вакцины будут они будут не наносить такого вреда здоровья как многие вакцины от ковида новость от альфа банка и не подумать что это реклама сейчас вы поймете к чему это в телеграм-канале альфа банка есть такая новость в прошлую среду наш представитель валерий шел клиенту по дороге он почувствовал запах гарри а улица была в тумане оказалось горит частный дом а из него не может выйти бабушка у дома собралась большая толпа все выбивали окна пытались спасти бабушку в валерий узнал не трудно ходить не задумываясь на секунду он кинулся в огонь вместе с соседями ребята вывели пожилую женщину еще до того как приехали пожарные а валерий немного подгорел и промок внутри так страшно зато спас бабушку из огня ну и вывод не все герои носят плащи некоторые ходят с красными рюкзаками в рюкзаке альфа банка и в связи с этим я хотел бы заметить что когда вообще человек носит какую-то специализированную одежду он всегда является в полном смысле слова представителем той организации чей лэбл указан и например вот я священник я вот видите сижу подрясник крест я православный священник и понятно что если я приположим вдруг спас бы какую-нибудь бабушку то стали бы в положительном ключе говорить сразу о церкви а в итоге и о христе поэтому вот то что альфа-банк это подметил да про своего сотрудника это на самом деле касается вообще всех нас то есть если люди знают на работе то что вы христианин то что вы носите крестик то наверняка не внимательно будет относиться к тому значит ругайтесь ли вы матом постить вы или не поститесь вообще когда говорите ли вы о боге там цитируете ли вы даже священописание и тому подобное спасибо большое валерию то что он спас бабушку да и бабушка тоже теперь наверное будет клиентом альфа-банка ладником ну кстати если что я клин другого банка так что не подумай что это реклама просто приятно что нас есть такие замечательные ребята которые не задумывая спасают других людей в госдуме предложили оплачивать студенческие свадьбы за счет университетов об этом пишет газета .ру депутат ольга коробова заявила что многие старшекурсники сожительствуют но не регистрируют брак копит на торжество помочь с организацией праздника может вуз в качестве удачного примера она привела практику финансового университета на сайте организации говорится что студенту студенту при заключении брака положено выплата в 10 тысяч рублей я во первых поддерживаю вот такие инициативы когда так или иначе государство или какие-то организации будут помогать именно молодым людям вступать в брак оплачивать свадьбу только единственное что вы конечно 10 тысяч рублей вы никак не поможет со свадьбы но вот если бы с учетом что у нас год семьи и мы хотим чтобы люди раньше вступали в брак об этом говорят очень многие начиная от нашего президента то вот такая помощь при организации свадьбы может быть чтобы были какие-то там где-то скидки там на ресторан там где-то какие-то скидки на покупку одежду или просто вообще выдавалась когда диновременные выплаты на это водка в качестве подарка причем знаете как нужно делать она же должна быть не до свадьбы выплачиваться вдруг ребята свадьбу не сыграет но должна гарантироваться выплата то есть ребята там делают снимать чеки все остальное потом им собственно это оплачивается мне кажется это было бы очень хорошо это правда многих молодых людей которые не вступают в брак потому что просто нет денег на торжество может быть замотивировало и нас правда семьи заключались бы раньше и было меньше бы сожительств правительство острова сарима в эстонии намерено перезахоронить останки советских солдат из красной армии об этом сообщают эстонский портал е.р старейшина волости миг туиск в интервью для портала сообщил что останки солдат находящиеся под плитами на братской могиле будут перезахоронены на кладбище власти собирается привести демонтаж 90 надгробных плит с изображением пятиконечных звезд при этом власть намерена оставить обелиск форме меча не стал дальше читать эту новость но честно честно говоря просто поражает как люди воюют с мертвыми не хотят решать какие-то своих вот задач насущных и очень часто в этом примат участие на власть имущие это к сожалению касается иногда и россии это печально потому что все таки мне кажется люди выбирают депутатов для того чтобы они представляли именно интересы населения людей обычных вообще-то волнуют там хорошие дороги качество образования медицинского обслуживания там коммунальные какие-то моменты там пенсии это волнует людей но это как говорится непопулярные темы потому что собственно тебе придется по-настоящему работать скресте придется как-то убеждать там финансовые структуры банковские чтобы они дали тебе деньги у тебя вряд ли будет получаться ты рискуешь быть неэффективным политиком чиновником но поэтому всегда можно взять и побороться с мертвыми кунь на какой теме хайпануть и выглядеть прям деятельным чиновником и радеющим там за безопасность своего отечества на самом деле это просто балабол немогущий выполнять свою работу вот работал бы такой чиновник у меня не знаю в подчинении давно бы уже уволил как просто бездельник 20 февраля тасс сообщил что очередной пакет антироссийских рестрикций о котором администрация сша объявит в пятницу 23 февраля будет увязан не только со смертью алексей навального но и с годовщиной своего на украине об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям совете национальной безопасности белого дома джон кирби вот я честно говоря не очень понимаю ведь против россии так вели кучу санкций очевидно что россия выживает явно не умирает очевидно по свидетельству международных финансовых организаций которые явно не заинтересованы в распространении российской пропаганды россии по своему экономическому росту превосходит многие страны собственно которые вводят эти экономические санкции ну это знаете как вот вот как тормозной путь у машины бывает очень долгий вот мне кажется у сша вот они как начали тормозить вот этот тормозной путь очень долгий но ведь не работает смотрите вот на иран сколько было санкций да ничего иран привык стала внутри того мира в котором он оказался развиваться привык адаптироваться ну то есть это же очевидно что любая большая страна имеющие возможности россии даже превосходит в этом смысле иран конечно адаптируется и тем более когда нет никакой общей изоляции очевидно что с россией также именно очевидно и что с ней очень многие страны на сотрудничают только рады этим санкциям китай вообще просто молится из благодарственного лена заказывает когда против россии сша или западную европу санкции вводит или какие-то компании уходят у них просто праздник китайский новый год в июле давайте просто констатировать что такой метод давления на россию не работает мне кажется что единственный шанс победить россию это вспомнить тот принцип что как бы не пытались россии поставить на колени на города продолжала лежать мне кажется вот если бы россии бы оставили в покое если бы все бы хвалили все бы поддерживали вот тут наверное мы бы уснули и услуги наверное мертвым сном а так как говорит одна поговорка не буди спящего медведя чего трогать россии ну вот и трогайте ну медведь проснулся попробовать теперь его успокоить чтобы снова заснул депутат норвежского парламента мариус нильсон выдвинул американского предпринимателя миллиардера и владельца социальной сети x это бывший twitter илона маска на нобелевскую премию мира об этом сообщает daily mail множество технологических компаний которые основал маск которыми он владеет или руководит нацелены на улучшение общества углубление знаний о земле и космосе а также на обеспечение связи и коммуникации на международном уровне заявил нильсон комментируя свое решение горячо поддерживаю особенно с учетом что у нас до этого нобелевскую премьеры получали некоторые люди которые ну вот совсем не за мир и которые в том числе войны организовывали смотрите 1 февраля сообщала что кандидат на премии мира также стал генсек нато и генсис толтенберг вы просто понимаете да генсек нато и премии мира но это же просто это не знаю как вини пуха выдвинуть на не знаю на конкурс главная пчела 2023 года и при этом это будет вини пух ну то есть это просто прямо противоположно но в общем я честно скажу я за илона маска почему-то и не знаю как у вас у меня илон маск вызывает вполне себе какие-то теплые эмоции переживания может быть я зря так думаю но мне он нравится вот молодец мужик теперь рубрика мемомет недели и первый мемчик это у нас программисты глазами программистов и программисты глазами обычных людей очень мне это понравилось потому что в свое время это наверно были у нас какие-то 2000-е годы у меня был компьютер я сам как научился настраивать какие-то вещи и разбираться в некоторых каких-то моментах и понимаю насколько бывает правда непросто насколько люди которые не разбираются в компьютерах могут подумать что программисты просто ничего не делают там сидят значит на кресте и так вот эти мышкой водит но наверное этот мем касается очень многих других профессий причем знаете в обе стороны бывает наоборот человек что-либо делают с легкостью и ему это правда вот без каких-либо особых трудов дается но люди думают что это просто очень тяжело вот и наоборот бывает что реально адский труд человека а люди его совершенно не уважают я например скажу кстати раньше уже это упоминал у меня в свое время я так задумался о труде уборщицы вот мы жили в обычном девятиэтажном доме в четыре подъезда и там была женщина которая убиралась причем она не один дом убирала но в нашем доме получается девять этажей четыре подъезда нас 36 этажей вот 36 этажей она убирала мыло там с ведерком водичка все такое я так вот посмотрите подумал да я просто пройти вот 36 этажей до вверх вниз и я уже наверно там к врачу пойду спину лечить а тут это женщина я все время с ней здоровался потом стал денежки давать она все время так как-то вот стеснялся груди не надо что как бы это не надо у меня там зарплата есть посмотрите какой труд у человека а так мне кажется не все это ценит помните вот кто учился еще советские времена и в 90-е годы школы были такие надписи уважайте труд уборщиц вот мне кажется это важно прекрасный мем про компьютер и реальную жизнь хочешь попробовать новую игру там нужно добывать богатство и сражаться с силами зла путешествие по странному и мистическому миру звучит круто я просто любил играть компьютерные игры и с некоторыми вещами которые были в компьютерных играх и кстати это не только игр касается но это касается некоторых книг потом когда я сталкивался в реальности с тем что я читал или во что играл все оказывалось совершенно иначе вот так что со одной стороны мем прикольный с другой стороны многие люди мне кажется как раз не хотят идти в реальную жизнь и потому что на сложные страшные тревожные проще сидеть за компьютером попивать там кока-колку вот и морально разлагаться но все-таки давайте скажем честно в нашем мире не только есть силы зла и странные странности и мистика но есть еще и любовь добро очень много радости и счастья возможно только в реальном мире так что правильно сделал папаша что выгнал своего сынка за дверь в реальный мистический тревожный мир ну и последний мемчик группа ватсап в 1980 году когда ты смотришь друзья такая ностальгия эти правды я помню когда каждый день вечером я прям вот ждал когда вот вот наступит время просто чуть не бегом шел по улице к месту встречи с друзьями и каждый вечер встречались и помню нас была большая компания там ну разному рекомпании но вот одна компания была прям человек до 30 доходила и это было круто каждый вечер почти и когда он призаболевал я прям очень нуждался в этом живом общении сегодня ну на река я кстати не хочу говорить что сегодня этого нету наверно тоже то есть но просто у него ностальгия глядя на этот мемчик пишите кстати тоже комментариях о чем у вас ностальгия вот особенно мне конечно хотелось бы комментарии от людей которые активно жили в 90-е годы потому что это и мое время мне это будет очень приятно читать что мы ели что мы пили вот как мы гуляли помните веранда в детском саду в подвалах на этажах рисовали в лифтах выжигали кнопки лифтовые что только не было в общем пишите это всегда я например не знаю как вы я с большим умилением все это читаю с большой большой ностальгией ну и традиционные комментарии много не буду но те которые мне понравились юлия алёхина пишет сама езжу на d2 это диаметр 2 подороск на хабина по сути просто железнодорожный жизнь железнодорога курска направления пустили комфортно поезда заходишь и чувствуешь себя человеком есть чем сравнить ведь я ездила по этому направлению еще и 20 лет назад спасибо ржд но так как я по этому направлению тоже очень много ездил и тоже вот на протяжении даже больше чем 20 лет даже почти 30 лет уже ездил то конечно на моих глазах а помню как менялись были сначала убитые электрички потом просто электрички стали чистые убиты но чистые потом стали просто новые поезда появляться и сейчас конечно просто современные очень крутецкие я не знаю как в целом по стране пишите как какие у вас электрички ездит вообще меняется ли что-либо но вот если брать вот ржд вот москва подмосковье это конечно просто космос это это круто это нужно говорить спасибо ну кстати в целом когда вот мне приходится ездить на поездах дальние следования там я сапсан не беру это тоже отдельная история то принципе поезда дальние следования тоже изменились хотя опять же на река может быть разные поезда есть но вот напишите комментариях как как какое у вас отношение к нашим железным дорогам плюсы минусы какие станции какие вокзалы интересно будет узнать важный комментарий отец павел какая там инфекция тревога за сыновей наших в этом в этих военных реалиях завтра объявят мобилизацию вот и тревога все гораздо более приземленно спуститесь до простых людей ну честно говоря не замечал себе чтобы как-то особо отрывался от простых людей но я бы не хотел бы сравнивать эти скорби война это одна скорбь а губительство если по церковно-славянски ну или пандемии инфекции это другая скорбь наверное просто когда мы находимся в какой-то скорби и мы вполне естественно забываем те проблемы которые были но я вот например достаточно хорошо еще помню когда лежал в ковидарии в красной зоне как страдали люди у меня там тоже были осложнения но не настолько сильно я видел как другие люди страдают так себе история и людей кстати тоже много подъебла поэтому я бы просто не сравнивал кто-то больше боится болезни и меньше войны кто-то больше войны боится и меньше болезни но наверное просто я бы рекомендовал бы ценить то время которое вот мы сейчас имеем вот здесь сейчас есть есть возможность обнять родных давайте их обнимать если есть возможность родным сказать что мы их любим давайте это делать потому что завтра возможно такой возможности не будет а если просто будем тревожиться и по этому поводу сильно страдать переживать из того что что там может быть что-то что там может случиться то по большому счету мы и сейчас любить перестаем еще ничего не случилось а уже мы в тревоге просто умираем Есть нечего. Вы видели, сколько выбрасывается продуктов и магазинами, и потребителями, особенно в Москве? Но то, что и правда есть такая проблема, что люди выбрасывают еду, это и правда так и есть. Каюсь, сам этим грешен. Иногда бывает такое, что мы покупаем еду, там, сделали она у нас, там, до конца не успели съесть, и меня совесть за это укоряет. Бога прошу прощения. Просто не хочу здесь, знаете, изображать себя какое-то белое пальто. Но хочу заметить, что есть, правда, очень много людей, которых нет еды, которые ничего не выбрасывают, которые покупают продукты все время по акции, которые уже, знаете, вот скоро испортятся, там, последний день, грубо говоря, у них там, ну, если смотреть на этикетку, вот, когда они могут быть вообще пригодными для еды. Так что в этом смысле это такое, знаете, сыт и голодного не разумеет. Бывает и правда, что некоторые люди совершенно не следят и живут невоздержанно, но и то мне хотелось бы их немного оправдать. Иногда это связано не с тем, что люди, ну, как-то вот не ценят скорби нищих, а это еще бывает связано просто с рекламой, с маркетингом. Ты идешь по гипермаркету, тебе кажется, вот это нужно, ты просто, ну, себя не контролируешь. Такие, знаете, манипуляции нашим сознанием происходят, и потом ты понимаешь то, что если бы ты шел бы строго по списку, то купил бы в два раза меньше. Я стараюсь себя как-то, например, про себя могу сказать, контролировать там или по списку идти и так далее, но иногда вот получается, что не очень хорошо. Но с учетом, что у нас есть благотворительная группа, мы многим людям помогаем. Я знаю, что очень много людей, и тем более в целом по стране, не только в Москве, в целом по стране, не имеет возможности купить вообще хоть что-либо себе лишнее, и уж тем более, конечно, не выбрасывать еду. Она вся-вся-вся съедается. На этом, друзья, давайте заканчивать выпуск. Он у нас сегодня получился такой необычный, потому что я в командировке, но следующие выпуски уже будут нормальные, хотя и командировки тоже будут, но просто чтобы сохранять нам вот этот некий режим, который мы сейчас выбрали, два выпуска неделю. Вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. У нас, кстати, есть магазин теперь, который завели наши прихожане и подписчики совместными усилиями. Там продаются всякие сюрпризы, сувенирчики с какими-то очень умными фразами или красивыми фразами. Так что переходите. И большая просьба, что если вы что-то себе приобрели, то выкладывайте об этом отзывы, ставьте там тоже пять звездочек, потому что на самом Озоне действует такая внутренняя какая-то там схема, что когда, значит, люди, покупающие товары, потом привлекают активность, то эти товары, соответственно, они сами выставляют вперед. Мне кажется, такой хороший способ поддержки. И просто когда вы там в отдельности присылаете, за это вам тоже очень большое спасибо. Ну и когда тоже что-то получаете в ответ. Все. Всем спасибо. Пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok